Добрый вечер! В обычные дни включаешь телевизор, а там в обязательном порядке наше все, ну и задняя часть тандема. Они на переводе нам рассказывают о том, как хорошо нам живется. Без их подсказки это не столь очевидно. Вот когда появляется парочка суфлеров, в наше все, конечно, почаще, задняя часть тандема пореже, тем не менее, становится ясно, что действительно хорошо живем. Это очень достойно. Вот у нас случилось горе на всю страну. И самое время, во-первых, объявить траур, а во-вторых, послушать, что по этому поводу наше все нам скажет. А наше все куда-то делось. Оно раздало ценные указания. И, судя по всему, сейчас мечется по сортирам, пытаясь там срочно увлажнить, либо замочить тех, кто еще почему-то выходит по сей пору сухим из сортира. Если президент страны человек решительный, то обычно он приезжает на место, где происходит трагедия, и, глядя людям в глаза, рассказывает о том, как мы дальше все вместе будем жить. Если тросоват, подобные заявления обычно звучат с балкона, так, над толпой. Если совсем жалок в коленках, и хвостик короток, и рожки так себе, не для того, чтобы бодаться, тогда пресс-служба ограничивается пресс-релизом от его имени. А вот когда его вообще нет, тогда становится понятно, что это у нас с вами горе. Это мы с вами погибаем. Это не они. Есть четкий водораздел. Мы и они. И вот у нас беда. Вот у нас два теракта подряд в Волгограде. А у них работа такая, да, конечно. Ну, так а что делать? Кто-то в речке тонет, кто-то там в машину попадает, кого-то электричка сносит, кого-то в троллейбусе взрывают. Что по этому поводу дергаться-то? Вот мы накопили невероятное количество алкоголя для того, чтобы сейчас его употребить буквально в ночь завтра на послезавтра счастливыми лицами. Дети пойдут на елочку, мамы с папами счастливыми улыбками будут поздравлять друг друга, что вполне логично. А вот это все можно было бы употребить с легким моральным оттенком сострадания. Да, Новый год наступит относительно того, есть у нас в стране президент или нет, есть у нас власть или нет. Знаете, Новый год наступит везде, даже в концлагерях. Он наступит даже в Северной Корее, он все равно будет Новым годом. Его не получится остановить, и стрелки никуда нельзя будет повернуть, ни туда, ни сюда, ни обратно. Елочки будут украшены не для всех. И вот для той восьмимесячной девочки, которая сегодня с утра потеряла маму, или для того мальчишки 16-летнего, у которого тяжелейшая черепно-мозговая травма, у которого мама, собственно, прикрыла собой, а теперь она лежит в Москве в больнице, вот для них елочка уже не играет абсолютно никакой роли. Через какое-то время, может быть, через 5-10 лет, да, она, конечно, еще, эта елочка, может быть, сыграет какую-то роль. На сегодняшний день у нас горе в стране, у нас траур. И самое время услышать, что по этому поводу думает наше все. Наше все очень много, что думает по поводу количества денег в нашем кармане, по поводу того, как замечательно мы богато, сыто и масштабно развиваемся, о том, какие у нас блистательные перспективы. А вот совершенно неинтересно по этому поводу его комментарии. Интересно, как бы он, глядя нам в глаза, сказал что-нибудь по этому поводу. А вместо этого завтра мы его увидим, да, он действительно будет украшать собой елочку, и что-нибудь скажет нам по поводу 2014 года. Обзовет его годом лошадки вполне возможно, возможно, годом стабильности, а уже не важно. А вот нужно было сегодня. Вот первое, что мы должны были сегодня с утра в новостях официальных увидеть, сразу после троллейбуса, развороченного взрывом, это его лицо. И в этом лице должна была быть печаль по поводу того, что нас стало на 30 человек меньше. А для него, судя по всему, да, действительно, нас стало на 30 человек меньше. Только это нас, это не их, это совершенно другая категория. Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяном для лиц старше 16 лет. По статистике, которую очень тяжело в нашей стране считать официальной, но которая тоже имеет определенный процент достоверности, можно полагать, что все-таки пьет у нас большинство людей, и даже те, кто абсолютно трезвенненькие в собственных глазах, они, тем не менее, трезвенненькие, только очень условные. Как я недавно общался с одним гаишником, который, пытаясь как-то предложить мне подышать волкотестер, спросил, что они пили, я говорю, я вообще не пью. Гаишник великолепно сформулировал вот это вот вообще. Что, даже пиво? Вот с точки зрения очень многих людей, вообще не пью, это я вот там вот водку не пью. А вообще-то вот, ну, пиво, это же, ну, ты так, это расслабиться после работы. У нас сейчас начинается неделя алкогольного угара. Для кого-то это будет угар по поводу траура, для остальных по поводу праздника. И, соответственно, людей, которые будут абсолютно трезвыми, где-то 2%. Вот порядка 2% по разным статистическим источникам не пьет в нашей стране ничего, не пьют квас, не пьют кефир, не едят конфеты с ликером. Это та самая категория людей, с которой чрезвычайно тяжело разговаривать. Они очень нелюбимы полицией, эти люди очень нелюбимы в ЖЭКе, их терпеть не могут в префектурах, на них крысится постоянно всякий гор избирком, рай избирком и центр избирком. Эти люди, они доводят до трясучки абсолютно всех, с кем общаются, а по большому счету от них вздрагивает и раскачивается вся наша система. Потому что эти люди мало то, что не пьют, эти люди задают вопросы, они знают ответы на многие вопросы, они могут войти в ситуацию, могут выйти из ситуации. Так вот, 2% населения нашей страны посвящается. У нас в ближайшее время и уже начались, а завтра так тем более усугубятся, спецоперации под названием «нетрезвый водитель». Это будут такие запруды, когда всех останавливают, потому что надо. Запруды бывают двух видов. Первый, когда стая выходит на официальную ловлю, они борются за показатели статистики. Им очень важно предъявить процент. И, конечно, они тоже ловят и приносят в этом отношении определенную пользу, подменяя законы с целесообразностью. Но самое главное здесь то, что они не могут всерьез обогатиться, потому что рядом начальство и очень много свидетелей. Потом они выходят уже на частную ловлю для того, чтобы решить свои финансовые вопросы. Вот это вот предновогоднее состояние, посленовогоднее, после празднования, несколько дней, они очень серьезно всегда подкармливают розничную торговлю, которая по некоторым темам существует только ради этих двух-трех дней в году. Оно еще помогает наркологам, часто практикующим, таксистам, которые в советское время, например, дрались друг с другом на кулаках, чтобы в ночное получить под Новый год право выехать на работу. И гаишников. Гаишники будут нас останавливать, они уже нас останавливают. А дальше вот что. Причина для остановки нет никакой. И любой инспектор говорит, а проверка документов. Хорошо. Основание для проверки документов. Мы возвращаем, мы 2% непьющих, возвращаем каждый раз инспектора в правовое поле. И он говорит, ну как, ну просто проверка и вообще спецоперация. Какая спецоперация? Ну вот у нас спецоперация, вот кабат распорядился. И, а вот дальше начинается самый важный момент, которым, как правило, эти 2% непьющего населения владеют. Спецоперация подразумевает, что это документ служебного пользования, ДСП. И поэтому, соответственно, никому никакие параметры не оглашаются. Статья 24 Конституции Российской Федерации, часть 2. Органы государственной власти, их должностные лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. И поэтому, когда вас останавливают инспекторы, говорят, что у него спецоперация, спецмероприятие, или, например, а ваша машина в ориентировке, а у нас только что такую угнали, а у нас вы проходите по каким-то другим документам. Немедленно, прямо здесь, в соответствии со статьей 24 основного закона, предъявите мне эти документы. Потому что никаких других у вас быть не может. О признанции невиновности, 49-ю статью, ее, конечно, по 12.9 КОАПа отменили, а в остальных случаях она пока еще существует. Чем отличаются люди, которые пьют, от тех, кто не пьет? Те, кто пьет, они, как правило, тут же сгибаются в коленках, потому что на них зыркнет. Они говорят, ну что, пил? Да я не, я вообще-то не пьет, не, но вчера, да-да-да, ну, командир, но какой же был повод? А вот те, кто не пьет никогда, люди с твердым взглядом и серьезными намерениями, они, в том числе, относятся к редчайшей категории, на которую, по большому счету, вот этот вот гриф ДСП не распространяется. Потому что эти люди более-менее сориентированы в теме. И когда вот сейчас нас будут всех ловить, пользуйтесь статьей 24. Они обязаны предъявить вам все документы прямо на месте. Иначе произвол. Нашлось. Неукротим в движении 6 баллов. Мейл.ру подтверждает непрекращающееся движение 7 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Пока нас еще не всех убивало в троллейбусах. Выберем себе новую машину. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. А если бы вы были президентом нашей несчастной страны, вы бы объявили траур? Конечно. А вы бы осмелились посмотреть людям в глаза и рассказать о том, почему это произошло? И как мы будем впредь мочиться в сортирах? Ну, по-хорошему, да. Нужно извиниться. Не знаю, что там принести соболезнования. То есть, вам было сказано, что сразу же в новостях должен был появиться президент. И извиниться перед всеми за такую несостоявшуюся работу в спецслужб и в соответствующих службах. Я думаю, что по итогам года будет у Бортникова доклад о том, как за 2013 предотвращено 28 632 теракта. Ну да, парочку проспали, ну трешечку проспали. Ну, что делать? Ну, бывает. Но зато остальные-то. Я думаю, что половина людей, которые будут причастны к этому отчету, они уже герои России. Кабинетные. Что у вас с машиной, Сергей? Не пора ли купить себе новую? Нет, я себе новую купил, по вашему совету. И что вы купили? Ну, в конце лета что? И что вы себе купили, по моему совету? Да, я себе купил брошину, правда, Рено Калеос, если купил. С каким пробегом вы его взяли? С пробегом 60 тысяч, то есть все документы, ну, сервисная книжка в наличии. Проверил толщиномером, то есть по краске вроде тоже все нормально. Естественно, на механике, зариатор, я не стал рассматривать покупку. 2,5 мотор, да? 2,5 МКПП. Замечательная машина. И, скорее всего, вы остались очень довольны покупкой. Естественно. Хорошая машина. Да, тихая, очень тихая. Ну, в сравнении с чем, до этого, возможно, Сергей, вы изредка подрабатывали на тракторе во дворе? Ну, нет, ну, просто, как бы, и у друзей, и у знакомых на разных машинах езжу. Знакомый ездил на трейс-драйве, на новой Мазде-шестерке, вот. Он говорит, что она у них по шумности такая же, как его пятнашка. Конечно, а так они ближайшие родственники. Почему бы и нет? Вот. И у меня тут два вопроса. Первый я бы хотел рассказать, то есть, коротко. Давайте. Позвонил мне друг, вот. И на его счастье я был в нужном месте в нужное время. Сказал, что его машину эвакуировали, вот, на штрафстоянку. И мне буквально было, ну, не знаю, там, 500 метров до муниципальной стоянки, где стояла машина, где нужно было забрать постановление. Я забрал постановление, подобрал его по пути. Мы съездили, то есть, это в одном краю города. Я живу в городе Рязань. Вот. То есть, и мы поехали совершенно в другой край города, то есть, через весь город, через центр пришлось ехать вечером. Благо, особо пробок таких жутких. В принципе, не бывает, конечно, как в Москве. А, счастливые какие. А платные парковки у вас уже введены? Тьфу-тьфу-тьфу. Три раза. Если попытаются ввести, отрецензируете это вовремя? Неужели у вас там в лесу партизаны все закончились? Ну, посмотрим. Нет, не закончились. Ну, у нас, как сказать, у нас, слава богу, пока денег мало. У нас бедный регион. У нас всего где-то три эвакуатора по всему городу есть. Было бы пять, но два почему-то сгорели. Ну, да. Вот. Поэтому, надеюсь, у нас пока такие инновации не особо. У вас, кстати, в Рязани очень приличный мэр, потому что я помню, Рязань там лет семь тому назад и Рязань сейчас, она так стала потихонечку подниматься с тех самых колен, с которых у нас по сортирам иногда ползают отдельные персонажи. И стало появляться что-то такое очень инфраструктурно приличное по городу. Не могу сказать, что это сильно обогатило ситуацию на дорогах, но вот так вот по вкраплениям цивилизации иногда здорово. То есть у вас кто-то начал разрешать приличный бизнес. Достойно. Так что с эвакуатором? Итого, поехали бы с другом кататься по родной Рязани? Да. То есть это даже уже, по-моему, не в черте Рязани считается, но неважно. Вот. Оплатил он там полторы тысячи штрафа. Я говорю, спроси еще у работников ЕГДД. Первые сутки бесплатно по закону. Он спросил, да, бесплатно. Из эвакуатора заплатили там на стоянке еще 1611 рублей. Вот. И сказали, что за каждый час по 33 рубля, там, сколько-то копеек еще, будьте добры. Вот. Он сказал, как же, первые сутки бесплатно по закону. Ну, мы ничего не знаем. Вот у нас какая-то там на двери бумажка висит, на нее потыкали. Вот. Но он не стал с ним долго спорить, потому что надо было еще по делам ехать. Вот. В итоге вот, ну, сколько, 3,5 тысячи у нас стоит. Эвакуация. Да. Парковка не в положенном месте. А ваш друг после этого счастливо покатался и теперь доволен, и завтра у него Новый год? Или он дал этому делу ход и написал жалобу в фрукратуру по статье 159 УК РФ мошенничество? Вот эти самые 33 рубля в час? Ой, я с ним не очень часто пересекаюсь. Я его спрашиваю обязательно. И вам позвоним как-нибудь еще раз. Увлекательная история. Здорово у вас в Рязани. Как хорошо припарковать машину за 3 тысячи в неположенном месте. Вот. А второй вопрос. Там как бы их два подвопроса еще. Реклама вот тут вот. Стань частью легенды. Купи Мазду 3. Ух ты. Не знаю. По радио постоянно крутят. Вот легенда. Может быть, первого поколения Мазда. Ну, не стать суперлегендой. Но мне машина нравилась. По поводу Мазды вообще легенды в частности, это, как все время пошутил Андрюша Кнышев. Сегодня в роддоме номер 8 родился будущий гениальный писатель, лауреат Нобелевской премии, автор многотомника и 25 монографий. Да, знаете, без году неделя, а уже легенда. Мазда легендой в ближайшие лет, наверное, 700 не будет в принципе. Мазда 3 не может быть легендой ни первого поколения в момент рождения, ни второго поколения. Ну, не даже третьего, хотя деление на поколение тут довольно условное. Поэтому стать легендой можно только в одном случае. Поверив в этот слоган и купив Мазду, после чего про покупатели начнут слагать легенду, как про совершенно легендарного недотёпу. Сергей, вы со мной? Вы тут? Да, да, да. Вы замерли от восторга, по-моему. Нет. И, то есть, знакомый тоже себе хочет купить машину. Да, то есть, лотерея, конечно, брусная машина. И вот его человек молодой и хочет тебе что-то такое более-менее резвое после семёрки Жигулей. И смотрит он седан года восьмого с двухлитровым движком. И я тоже так вот полазил, посмотрел варианты. То есть, Мазда-3, Форд Фокус второй и Ланцер, который он десятый. Ланцер, не знаю, как-то совсем его не нравится. То есть, парню нужно модно подкатить к дискотеке так, чтобы все девки описались, а те, которые не описались, бросились ему прямо в кабину и сказали, ну, дорогой, наконец-то. Для этого ему необходимо ещё два литра. Лучше всего Феррари подойдёт. Там даже литров будет больше. Потом идёт Порш, причём Порш любой абсолютно. Потом, в конце концов, Форд Мустанг. А вот то, что вы перечислили, знаете, это такая эклектика из серии «Какой окурок мне подобрать?» Тот, который подлиннее или тот, который был подороже в момент продажи? Лотерея не просто здесь, когда человек выбирает между тремя очень средненькими машинами с двухлитровыми моторами, которые не всерьёз сказались на динамических показателях. А лотерея в том, что человек не может разобраться в себе из серии. «Как бы мне понтануться с моим трояком в кармане так, чтобы все подумали, что у меня пятёра?» Или даже «пятихатка в натуре». Не очень получится, если просто везение рухнет ему в руки. Пожелайте ему на Новый год, чтобы лошадь удачи, о которой Генри Форд говорил, не проскакала мимо. Знаете, у Генри Форда это было «мимо каждого проскачет лошадь удачи, но не каждый сумеет на неё вскочить». Порекомендуйте ему поприцельней всё-таки попытаться как-то в эту лошадку попасть, потому что вот эти вот понты и галимы, они очень сильно изводят нервную систему. Тост в своё время был так выпьемый за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Вернее так, желания с возможностями. У него пока не совпадают. Тем более, что 2 литра, знаете, ну да, 2-литровая Мазда, она была ничего, хотя она и 1.6 летала. 2-литровый Фокус – не гонщик, 2-литровый Лансер – не гонщик. То есть девки не успеют визжать в повороте так же, как резина, потому что в повороте всё будет тихо. А описаться они тем более не успеют. Для того, чтобы девки затряслись и нервно бросились ему на шею в объятия «Спаси нас дорогой», нужно что-то поинтереснее, чем банальная машина домохозяйки для покупки картошки. Алло, Сергей? Да, я здесь, я вас слушаю внимательно. Ну, на большее пока он заработал. Он просто изначально идёт неверным путём. Он, может быть, и заработал на большее, но он ищет-то среди повседневных тапочек. А ему при этом нужны понты. Понты не здесь, понты где-то в другом месте. Перерыв на новости, потом вернёмся. В кои-то веки лось сравнялся с мейлором, который мейлор у обоих по 7 баллов. Движение есть, жизнь продолжается, машин в потоке не хватает, добавим покупок. Андрей, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Да, у меня вопрос, конечно, интересный. У меня каудюшка купятая. Скоро её будет 3 года. Пробег небольшой, 80 тысяч. Ездит она у меня не по аспальту, а по камням, по грязи и по снегу по колено. Механика 2 литра турбоэфэсай. И пока ничего не отворилось. Вот вопрос к эксперту. Когда и что начнёт отваливаться? Ну, теперь уже, по идее, ничего. Вы её приучили к тому, что она живёт в тяжёлых погодных условиях. Она у вас молодцом держится. Либо вы не обращаете внимания на это неприятное звяканье по дороге, когда вдруг 4 колеса отвалилось, а вы продолжаете движение. Либо, ну, всё хорошо. Вот нормальный пробег. 80 тысяч. Три года. Сплошной буерак отечественной действительности. А машины хоть бы хны. Аплодисменты немецкому качеству. Ну, красота же. Ну, в общем, самое интересное, что я достаточно нудный водитель. Если где-то что-то начнёт брякать, машина должна всегда быть в рабочем состоянии. Но вот удивительно, что за эти почти 3 года ничего не брякает, ничего не отваливает. Замечательно. Просто красота. А что у вас с масложором? Ну, масложор, это нормальное явление. Меньше, чем у А5, но, в общем, масла кушает больше, чем что-нибудь другое. Тут от этого никуда не убежишь. Я его в багажник с тобой вожу. И умудряетесь долить? Ну, то есть, знаешь как, машине повезло. Дорога плохая, водитель хороший. Я думал, мне повезло. Крепко зараза сделана. Это необычно, потому что всё-таки Volkswagen это одна из тех фирм, которая первой всерьёз начала делать одноразовые машины. Ну, японцы раньше этим занимались и продолжают. А потом подхватил Volkswagen. Вот одноразовые зажигалки, одноразовые бритвы, одноразовые ручки, одноразовые автомобили. Это всё из одной корзинки. Вот, пожалуйста. И купят... Да? Я на Аудях, на всяких разных, езжу с 87-го года. У меня всё перебывало. Вот самая крепкая была 80-ка. О, ещё. Я про сотку не говорю. На ней очень хорошо цемент было возить. На 43-й или на 44-й сотке? На какой? На 43-й. О, на 43-й сотке это вообще шедевр. Нет, я про это не говорю. Это отдельная песня. Так вот, самая крепкая 80-ка была, из таких, из нормальных машин. И вот эта вот купятая. Ну, просто я не знаю. Или повезло, или действительно делают крепкое. Но у меня механика. Андрей, наверное, всё-таки, где-то у вас, если посмотреть на рентгене, либо пройти томографию, в районе сердца будут проглядывать четыре кольца. Вы настолько человек Ауди, что у вас просто иных отношений с этой фирмой быть не может. Я бы гордился на месте фирмы Ауди. Я думаю, что Алексей Кожухов, который нас слушает, пиар-директор Ауди и большой патриот этой марки, в данный момент уже потихонечку пытается вызвонить меня по мобильному, чтобы добыть ваш телефон и наградить вас каким-нибудь почётным знаком за привяженность марки. Потому что вы редкий человек. Ну, не знаю. Ну, вот, видимо, везёт, не ломается. Раньше сам в ней ковырялся, денег не было. Сейчас деньги есть, ковыряются в сервисе. Ну, ковыряются как? Залезли, а там ничего не сломано. Провели-то, о, поехал дальше. Ну, ладно, ещё сломают. Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, да. Правда, сейчас я в Прадо сижу в 120-м, потому как надо плитку возить на дачу. А то немножко жалко. Ну, в общем, аудилки пока не подводили. Всю жизнь строите. Вы на 43-й цемент возили на Прадо, плитку возите. Дело в том, что когда была 43-я, я просто в порядок приводил старую дачу. Сейчас денег накопил, строю новую. Ну, да. Стройку же нельзя завершить, только можно продолжить или бросить. Прекратить. Андрей, вы созидательный человек. Великолепно то, что в вашей биографии такие улучшения, при этом вы продолжаете что-то такое приумножать и увеличивать. Здорово. Владимир, здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Сергей, я бы хотел узнать ваше мнение об Volkswagen Golf 6, Комагина 6, атмосферник, механикой в комплектации матча. Берите, если он не убитый. Вы его где нашли? Он у нас вообще-то уже есть. Просто интересно ваше мнение об этой машине. Владимир, ну, пришлите мне его фотографию. Я с удовольствием погадаю по фотографиям, потому что диагноз можно поставить и таким, и посредованным образом. Но, вот, знаете, так вот, мысленно раскинув весь пасьянс, вижу, что машина еще проживет достаточно долго. В четвертом цириндре компрессия соответствует предыдущим трем. Маслосъемные колпачки еще живы, мотор очень хороший. В коробке передач синхронизаторы не гудят, подшипники на местах. И даже сальник коленвала не течет. Какая замечательная машина. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день. С Сергеем Маслоняным. Сейчас я его позову, минуточку. Погодите, погодите. Сережа, вас. Да, здравствуйте, Андрей, я вас слушаю. Алло. Да, здрасте. Сергей Славян. Добрый день. Преодолейте... Нет, это Роман. Роман, преодолейте в себе это недоумение. Вы в эфире, воспользуйтесь этим. Ну, это прекрасно. Я хотел бы вас спросить, уже как-то общался с вами заочно, и вы меня отсоветовали пересаживаться с 4007-го Peugeot на Subaru новый Forester. А вы все-таки взяли и пересели? Нет. Я послушал вас и хочу спросить, а на что же посмотреть, на что же обратить мне внимание после столь прекрасного внешнего автомобиля, как вы его любите называть? У вас детей нет, Роман? Есть, есть. Поэтому важно, конечно, вот этот вот объем, важен багажник, там всякие детские кресла, коляски и прочее. Поскольку ваши дети в голос не рыдают при виде папы, возвращающегося с работы на Peugeot 4007, вы можете точно так же, не сильно утомляя их тренированную психику, пересесть на следующую машину, точно такую же, только она у нас временно называется Mitsubishi Outlander, у нее такой же здоровенный багажник, а чисто технически это та же самая машина, тот же самый мотор, та же самая коробка, в смысле вариатор, все то же самое и, главное, привычный размер. А вот вы знаете, я вот в этом случае привередливый водитель, потому что у меня он дизельный и на механике, а вот на вариатор совсем не хочется. О, а вы можете вляпаться в 3.0, потому что у него нормальный автомат, не вариатор. Да, про это я слышал, про это я слышал, но все-таки вот что-нибудь еще, потому что что-то 3.0, это какой-то там негуманный ценник. Ну, ценник негуманный, но поскольку роль сейчас план по валу гонит, то они машину отдают по себестоимости, иногда даже ниже. Можете прийти и забрать ее вот прям такую. Тем более у них же целый завод. Представляете, вот этот неликвид, нафиг никому, Роман, кроме вас, ненужный, производит целый завод, причем целых два. Один вот прямо-таки у нас здесь в Калуге, и еще один там недалеко в Японии притаился. И у нас... Ну, вот это и пугает. У нас есть машина японской комплектации, то есть японской сборки, потому что настолько остро нужная стране машина, очередь до горизонта с воплями больше трех в одни руки не давать, люди давятся, 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 приходится из Японии завозить. Правда, у нас в основном идет дорогая комплектация, то есть, ну, русские ребята, ну мы что, в натуре не можем, что ли? Мы по-крутенькому берем. А японцы делают комплектации попроще, подешевле. Но японская сборка. Понятно. А если все-таки что-нибудь побольше посмотреть? Я вот посмотрел Pathfinder. Вроде как замечательная машина, но я человек большой, и в самом нижнем положении сиденья упираюсь головой в крышу. Роман, вы человек... Я не ожидал от Pathfinder. Вы великий, вам нужен Туарег. В Туареге вы поместитесь, потому что в Pathfinder вот там большая рама, там прямо-таки сзади настоящий мост, завтра эту машину снимут с производства, вы на этом грузовике на заднеприводном будете мощно утюжить отечественную действительность, и после переднеприводного 4007-го это будет трудно. Тем более в этой машине все очень здорово, замечательная форма, и, ну, не самое гениальное содержание. Туарег машина универсальная. Причем вы можете взять Туарег в начальной комплектации, вот даже в самой дешевой. Во-первых, у него всегда будет автомат, потому что Туарегов просто не бывает на ручке. А там есть DSG, случайно? Я слушал вас теперь про DSG, очень сильно переживал. Там нормальный японский Aisin стоит. И нету там никакого DSG, поэтому Туарег нормальная, приличная машина. Во-вторых, Туарег даже самой простой комплектации отлично настроенный. Вот на этой машине можно почувствовать себя водителем, который преуспел в преодолении дорожной науки и освоил автомобиль в полном объеме. И входит в поворот, в том числе и в коварный. И может ехать на льду. Потому что электроника Туарега все это умеет как раз нивелировать. Если вы зайдете в ЖЖ к Алексею Мучилову, он недавно вывесил совершенно шикарный пост по Туарегу, он поехал на машине, которая как раз была бы из X-пакета, то есть не та, где есть в раздатке понижайка. На обычном кроссовере. И тем не менее, эта машина достойна серьезной похвалы профессионалу, потому что она очень многие ошибки человека скрадывает. По размеру ящик здоровый. По статусу Туарег, мягко говоря, не хуже, чем французская Фуагра, Виагра и Пежо 4007. И вы на этой штукой не можете покататься, а потом ее спокойно совершенно продадите, потому что за Туарегом будет очередь. Понятно. И семье будет довольна. А потом, когда вам все это дело на ДС, вы можете пойти и спокойно купить со склада товарные остатки джипа Гранд Чироки 2012 года. Вы прям мой второй вопрос предугадали. Представляете, вот они до сих пор дорестайлинговые 2012 года стоят, причем можно взять Аверленд, который стоил 2 600 со скидкой в 600. Сейчас 1,9, да. Ну нет, вот то, что сейчас 1,9, там есть Лоредо, а с Лоредо там удивительная совершенно ситуация, когда главный итальянец, а любой итальянец уже всегда знает, что раз у него макароны и пицца, то он умнее американца. Поэтому глава представительства Chrysler, Fiat, Jeep, Dodge, специалист по уничтожению как раз всех этих четырех брендов, он взял и дилером в приказном порядке, завез по 50 Лоредо каждому, назначил ценник 2 100 на тряпки. И сказал, да ладно, я же самый умный, я же самый гениальный итальянец на свете. Поэтому сейчас у нас тут эти машины заберут. И представляете, это было как раз 8 ноября, дилеры вышли после небольшого коллапса, связанного с непонятным праздником, а к тебе подходят автовозы, оттуда загружают машины, консигнация месяц, каждый из них по два лимона, то есть через месяц ты банкрот. Нашелся только один дилер, который его послал подачу и сказал, дорогой уважаемый итальянец, а иди-ка ты, дальше он ему шепнул на ушко, куда именно, и эти машины не принял. Машины пару дней постояли и ушли. И, то есть, единственный дилер, есть шанс, что выживет, потому что все остальные, скорее всего, теперь сдохнут. Но зато, тем не менее, вот существует комплектация Лоредо, новенький, это 2013 год, а есть еще 2012, дорестайлинговый, Аверленд, упакованный по полной программе, по цене нового, никому не нужного Лоредо, который, чтобы он сдох, будет продаваться до, я думаю, 2018 года, а потом его просто тихо закопают и сделают из него клумбу. А вообще вы гарант Чичероки рекомендуете? Хороший? Ну, он всего лишь в тысячу раз хуже Туарега, но он в две тысячи раз лучше Жигулей. И он в миллион раз лучше Уазика, потому что Уазик, он никогда не дорастет даже до запасного колеса Гранд Чироки. А здесь, у Гранда, тем более у дизельного, у него стоит ВМ Мотори. Это дизель, сделанный итальянцами. Ну, это как раз тоже ребята, у которых самомнение основано на макаронах и на пицце, но сам по себе, особенно когда он новый, он неплох, он вполне себе. И я помню, мне доводилось ездить на машине с этим мотором, у которого умерла турбина, а машина не поперхнулась и поехала дальше. Это все-таки хороший результат. Но Туарег лучше. Перерыв на новости. Лось движется 7 баллов, Мэйл стоит 8 баллов. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Здравствуйте, Сергей. Дозвонился на радио второй раз в жизни. Вот ведь! Под Новый год-то какие чудеса? Первый раз выиграл фотографию, в обнимку с Евгением Осиным. Не помню, какая это была программа, но, в общем, нужно было оказаться в нужное время, в нужном месте. Очень смешная была фотография, потому что я метр 95, а он такого небольшого роста. Звонился второй раз на радио. У меня к вам вопрос. Совершенно конкретный, хотя вариантов предполагается много. Антон, мою фотографию можете скачать из Фейсбука, если что. Хорошо. Хорошо. И можно сделать монтаж. Да. Я метр 82, я вам буду так, где-то на уровне уха. Да, нормально. Очень спутавальский. Ну вот. Езжу я на марке Land Rover. У меня Land Rover Discovery 2. Я так понимаю, что эта машина отдельно стоящая в ряду Land Rover, потому что он, на мой взгляд, крайне надежный. У него TD5 мотор, коробка автомата, в общем, пробегом на моей машине 200 тысяч. Вот. Мы путешествуем на этой машине с женой и с тремя детьми. Последний раз мы были на Украине, переплыли Черное море на пароме, потом проехали всю Турцию, горную Турцию, Грузию, колесили всю Грузию, через Северный Кавказ вернулись домой. Горели все лампочки, амортизаторы сдохли, но я приехал на сервис без всяких эвакуаторов. Да. А пневмы у вас там нету в подвеске? Нету. У меня нет пневмы, и все говорят, что тебе просто повезло, что это один из немногих Land Rover, который действительно хорошо работает и долго везет. И даже если что-то ломается, все равно он тебя везет. Так вот, у меня неделю назад родилась дочка четвертая. Ух ты, Антон. С одной стороны, вы испортили дочке на всю оставшуюся жизнь праздник, потому что она родилась под Новый год, а с другой стороны, как здорово, что она родилась. Ну, да, вот теперь у нас такой вопрос. Мы уже начали об этом думать давно, так как уже мы поняли, что все прелесть путешествия на автомобиле, на самолете летать дно, поезде неудобно, в общем, мы путешествуем. Вот. И следующий у нас план поехать, проехать Иран и выехать к Индийскому океану. В общем, нам нужен автобус. Нам нужен микроавтобус. Причем, я так понимаю, что это несложная задача. Хотелось бы такое, чтобы он был распространенный, чтобы его можно починить было, я не знаю, и в Грузии, и в Турции, и в Армении, и в Иране. чтобы он был при этом не особенно автобус, не как маршрутка Peugeot, к примеру. Все-таки, чтобы он был более-менее комфортный автомобиль. Поэтому я вот смотрю, видно, семейный сейчас не в почете, поэтому перестали выпускать C8, Peugeot 807, вот, ну и там... Нет, их все выпускают, просто в нашу страну не привозят. Ну, да, он, наверное, так. Так вот, я смотрю, понимаю, что есть Мерседес, есть Volkswagen, есть Vita. Да, денег примерно, ну, где-то от полутора миллиона плюс, там, допустим, 100-200 тысяч, ну, там, миллион 600, миллион 700, это, наверное, максимум, который мы сможем потратить. Вот. Я думаю, что, может быть, это будет самой простой комплектации, ну, или там, плюс-минус, Vita или Viana. Может быть, это Caravella. Может быть, Torneo Custom, который на базе транзита сделан. Может быть, есть еще вариант. Может быть, даже вот этот новый Dodge Grand Caravan, ну, в общем, хотелось бы машину такую, чтобы все-таки в ней было комфортно, уютно ездить, и чтобы я мог ее действительно отремонтировать в какой-то другой стороне, чтобы внутри были не железные стойки и сидения, а все-таки какая-то более-менее обширка. Антон, проблема вот в чем. С одной стороны, вы правильно совершенно в этот список включили Dodge Grand Caravan, который является ни в коем случае не коммерческой машиной. Он изначально создавался для семьи. А при этом вы отрицаете, например, Peugeot Boxer, как маршрутную такси, взятую за точку отсчета. Но вот все остальные машины и Vita, и Caravella, и тот же самый Tourneo Custom, это так или иначе разновидность полуторки. И получается, что здесь у вас пересекаются в точке вожделения два разных направления автомобилестроения. С одной стороны, семейные минивены, например, Dodge Grand Caravan, и полуторки коммерческие для того, чтобы возить мусор, гвозди и гастарбайтеров, иногда облагорошены под семейные задачи. Типа Caravella, того же самого Custom или Vita. И здесь может быть великое множество вариантов. И если тем более на вторичном рынке или, например, на вторичном рынке Белоруссии вы ищете себе машину и находите там Espace Renault, то вы получаете штуку, присутствующую практически везде. Потому что Renault есть везде, дилеры Renault есть везде, Espace есть везде, а Espace это родоначальник минивенастроения в Европе. И он... Да, у Espace расплошные двери. А просто чтобы грузить, просто мы, допустим, я думаю, что можно пристроить палатку, и если две расплошные двери или хотя бы даже одна, вернее, сдвижные, то это дело превращает автомобиль в небольшой дом. Мне Espace очень нравится, он мне вообще и по характеру подходит. Но когда дверь сдвижная, ну, вот, я почему-то думаю про сдвижные двери. А еще и Charan и Alhambra. Volkswagen Charan и Seat Alhambra. Alhambra, причем, на наш рынок уже официально поставляют. Он стоит тоже, как, мягко говоря, самолет, но вот Limon 700 у Alhambra уже начинается что-то внятное. Тем более, парочку привезли в нашу страну, под конец года один точно продали, второй еще нет. Вы можете прийти и выгодно поторговаться, потому что Alhambra, она же Charan, штуковина удобная. И вы получаете машину, в которой семье будет хорошо. Vita, конечно, гениальная машина. И Vita от Viana отличается только отделкой салона. На Viana я проехал довольно много, и у меня есть машина под наблюдением путешествующая постоянно Москва, Австрия, Москва, Германия, возвращающаяся туда, сюда, обратно. У нее за год там пробег где-то 35-40 тысяч. И никаких проблем, там как раз большая семья, в которой много детей, собак, кошек, гвоздей, плоскогубцев, все дело, и еще черт знает что. Еще они там забыли два мешка, и не понимают, что там тухнет под сидением. Но при всем при том удобно. У них, правда, полноприводная машина. А все-таки ваш вариант, посмотрите на Альхамбру новую, что найдете в салоне, либо идите ищите Испас. Потому что Испас вам точно починят. А перед тем, как сунуться в Иран, ну, знаете ли, из Ирана не все возвращаются. Иран это такая страна суперцивилизованная, где иногда еще режут бледнолицых. Да, ну, вот, что-то мы, прям, я не знаю, мы такие, знаете, как-то интуитивно. Это же все-таки очень древняя страна, и она из азиатских стран, она же очень развитая, там много университетов. Это нам кажется, то есть мы получаем информацию о том, что там все очень плохо, да, вот, ну, Афганистан, да, там все очень бедно и плохо, вот, но про Иран у меня вот есть отзыв близких знакомых, которые туда съездили, и они в восторге, то есть, ну, демо-версия. Знаете, а в Египте тоже очень древняя цивилизация, огромное количество не только пирамид, но еще и университетов, ну, режут друг друга, конечно, с меньшим энтузиазмом, чем в древнейшей Сирии, в Сирии это делают совсем масштабно, а Сирия, сирийские знаменитые университеты, а с какой мировой вклад в культуру, а как они шикарно друг друга травят газами, как они сжигают друг друга живьем, как они шикарно сейчас вырезают целые деревни. Вот эта культура, вот эта цивилизация. У них там идут свои разборки, можно оказаться нечаянно не в том месте, где дают фотографии. Сергей, скажите, ну, если все-таки выбирать на вторичном рынке, вот, к примеру, в той же самой Беларуси, или даже поехать за машиной самому в Германию между ВИТО или ВИАНО и каравеллой тире-мультивеном, вот из этих двух машин, какой выбор? Я бы брал Мерседес с каким-нибудь незатейливым мотором. У Фольксвагена окажется какая-нибудь обязательно пакость, либо пара турбин, либо ДСГ. А вот, причем, не нужно гнаться за ВИАНО, который якобы более комфортабелен, достаточно ВИТО, потому как они на самом деле не отличаются вообще ничем. Но ВИТО, у него стойки, идущие от лобового стекла, то есть так называемая стойка А, она не обклеивается кожей и не обкладывается тряпочкой, она обычно инкрустирована каким-нибудь либо голым металлом, либо дешевой пластмассой. Вот это совершенно не влияет никак на ценник. Во всем остальном, по двигателю, трансмиссии, микроклимату, трансформации салона, это одна и та же машина. Хорошо, а задний привод или, можно сказать, ФОМАТИК комплектацию, или ФОМАТИК это бывает только ВИАНа? Нет, ВИТО тоже бывает полноприводный, если получится, то, конечно, лучше полный привод, потому что на полном приводе, тем более, он правда там в автоматическом режиме, вы никогда не угадайте, в какую секунду он вдруг его подключил, а в какой момент нет, но полный привод всегда лучше, стабильней, правильнее, тем более автобус. Автобусу полный привод лишнего не бывает. Спасибо вам большое. Спасибо. Но для Ирана, для Ирана ищите французов, потому что Иран это страна, в которой много чего от Франции, в том числе не только культурного наследия, но и промышленного. Мы были в Турции, там очень много французских машин, там вот прям смотришь и думаешь, вот надо ехать на Рено. Да, кстати, вот по поводу Рено Трафик Пессенджер, я посмотрел, поговорил с людьми, кто работает на грузовых Рено Трафики, они говорят, что вот из коммерческих автомобилей это одна из самых неприхотливых, недорогих в ремонте и очень надежных машин. А оказывается, в Германии Трафики пессенджеры делают в комплектации мультивэн, где все в салоне разворачивается, крутится, вытаскивается в столики. Да, только в Германии она называется Opel, но в принципе это одна и та же машина. Она существует и у Реношников хороший дизель, но и у Пежошников он классный дизель. И вот, например, вот эта семейка Peugeot Boxer, Citroen Jumper и Fiat Ducato, они бегают на том самом знаменитом вечном дизеле, на котором катается вся остальная Европа, включая в том числе и VECO. И что предыдущее поколение этого дизеля и этих машин, что нынешнее поколение, оно совершенно с неубиваемым мотором. И, конечно, когда она Fiat, она менее известна, а когда она Peugeot и Citroen, то да, и в том числе на ближнем, на среднем, на центральном востоке своя починят. До завтра.